Итак, всем привет, друзья! Сегодня мы с вами будем готовить сырочки. Значит, вот у меня вот такие есть формочки. Вот такие вот. Я их переворачиваю для того, чтобы удобно было их обмазать шоколадом. Шоколад я взяла 100 грамм. Можно даже чуть больше. Он у меня уже растопился. И сейчас я буду смазывать мои формочки шоколадом. Шоколад я взяла молочный. Можете взять на любой вкус, но желательно без добавок. Итак, значит, вот я перевернула свои формочки. И сейчас буду смазывать их шоколадом. И отправлю их в холодильник на минут 10-15, чтобы шоколад застыл. А тем временем я подготовлю уже саму творожную массу. Итак, прошло у меня буквально 10 минут. Я достала их с морозилки. Как видите, я их обмазала один раз. Сейчас я буду повторять процедуру. И обмажем еще раз шоколадом, чтобы в дальнейшем, когда мы будем доставать наш сурочек, он не поломался. Да и шоколад у нас будет равномерно нанесен. Сейчас я опять обмажу шоколадом и отправлю также на 10 минут в морозилку. Значит, пока мои формочки застывают в морозилке, я приготовлю творожную массу. Значит, у меня здесь творог 400 г. И сливочное масло уже комнатной температуры. Здесь где-то 80 г масла. Для начала взбиваем сливочное масло хорошенечко. И к маслу добавим сахарную пудру. Желательно брать пудру, потому что, чтобы потом, в дальнейшем, оно не хрустело в сырках. Итак, поехали взбивать сливочное масло. Значит, масло сливочное с сахарной пудрой я взбила. И сюда мы уже добавляем творог. И сюда мы добавляем ванилию. Немножечко. Да, для тебя. И теперь все хорошенечко взбиваем. Итак, творог мы взбили. Итак, стырь я взяла в кондитерский мешок. Хотя вы можете этого в общем-то и не делать. Мне будет просто удобно наполнять не ложкой, а кондитерским мешком. Так, теперь достаем наши формочки. Они уже довольно-таки хорошо застыли, пока мы готовили крем. И теперь будем наполнять вот, будем наполнять наши формочки кремом. Так, теперь я беру ложку. Я беру свой джем, добавляю немножко джема по центру. Джема по центру. Теперь нам придется еще раз отправить наши сорочки. Чтобы выровнять вверх, нам нужно просто взять ножик и ножиком аккуратно подровнять. Чтобы они уже разделаем, мы сурочки, чтобы они уже выглядели правдоподобно. Теперь мы просто их отправляем в морозилку. Где-то на полчасика, может даже на час. Но я думаю, полчасика вполне достаточно будет, чтобы они немножечко схватились. И мы вверх уже также смажем шоколадом. Вот такие у нас получились. И теперь нужно проделать со всеми нашими формочками. Значит, в эти формочки я хочу положить уже вареную сгущенку. Так же по центру. Вот так вот. Сгущенку? Да, сгущенку. Сгущенка она. Сгущенка она. Сгущенка. Чтобы получился вкусный сорочек. Сорочек? Так вот. И так же самое. Наполняем их. И выравниваем. Итак, я взяла пищевую пленку. И оставшийся наш творог. ПЕСНЯ 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 Теперь берем малиновый джем и отправляем в центр. Если есть свежие ягоды, конечно, это намного лучше, но так тоже, поверьте, будет очень вкусно. Я так сделала специально, чтобы оно осталось в центре. Теперь последний штрих, так сказать. Берем аккуратненько и сворачиваем его в колбаску. Так, мы можем, в общем-то, и ножиком сначала. Вот так. Берем аккуратненько и сворачиваем его в колбаске. Теперь его хорошенько выравниваем, чтобы он был ровненький у нас. Чтобы он и застыл в таком виде. Когда он немножко застынет в морозилке, вот замерзнет, мы его разрежем на порционные кусочки и также можно будет смазать их шоколадом. Вот так вот. Ну все, отправляем в морозилку. Итак, друзья, вот я достала, прошло у меня полчасика. Я достала из морозилки. В общем-то их можно уже и формочки снять. Вот они очень хорошо снимаются. Но я сейчас с формочки снимать не буду. У меня тут осталось немножко шоколада. Я опять его растопила. Просто теперь смазываю вверх и также отправлю в холодильник, вернее в морозилку, где-то так же на полчасика. И после этого я уже сниму форму. Итак, друзья, у меня прошло где-то не полчаса, а где-то 10 минут. Я все-таки не выдержала. Но довольно-таки удобно и быстро я убрала силикон. Вот чем мне нравятся силиконовые формочки, они очень удобно, их можно снять потом уже. Вот так вот раз. И все. Здесь не нужно, можно поправить вот так вот. И вот такая вот красота получилась. И последний, пятый. И всем, кто меня смотрит сначала, те прекрасно помнят, что у нас еще там оставалось творожочек, сырочек в виде колбаски. Я его еще не доделала. Вот, пять штук. Вот такая вот. Вот такие сырочки у нас получились. Я еще подержу их немножечко уже не в морозилке. Морозилка нам уже не понадобится. Наверх просто положу в холодильник. Пусть они немножко еще побудут, где-то полчасика. И потом я вам в разрезе покажу, как они выглядят. Итак, друзья, вот я достала наши сырки. Я разрезала один. Вот это пал за мне со сгущенкой. Вот так вот они выглядят очень красиво, симпатичненько. Ну, а это колбаска, которая с джемом. Я ее разрезала тоже на пять частей. Сейчас я тоже покрою шоколадом и отправлю на 10 минут в холодильник. И, в общем-то, уже можно пить чай с сырочками. В общем, друзья, вот такие сырочки получились. Вот это из той колбаски. В общем, у меня шоколада было мало. Я решила украсть вот так вот их. И вот так вот они выглядят внутри. Ну, а это украшение я сделала так на свое смотрение. Кто хочет, тот сделает. Ну, в общем, из пяти штук у нас осталось вот полторы штучки. И, в общем, из 400 грамм творога у меня вышло, значит, пять там и пять здесь. Десять штук. Десять таких хороших больших сырочков. Получились они очень вкусные. И, в общем, друзья, пробуйте. Кому понравится мой рецепт, ставьте класс. И всем пока-пока. Пока-пока.